Жители Гагаринского района, в принципе, как и любых других, жалуются губернатору на недобросовестных застройщиков. Просат ускорить очередь на квартиру или провести газ. Динамика вопросов из месяца в месяц примерно одинаковая. Люди уже приходят более, скажем так, спокойны в этом вопросе. Риторика, конечно, изменилась. На сегодняшний момент основные проблемы, которые люди ставят, это из всей массы, это жилищная проблема. И, в частности, допустим, из 100% сегодня обращают, те, кто обращался, 90% в это жилье. На прием к губернатору стали приходить и просто для того, чтобы сказать спасибо за решенный вопрос. Наталья Козлова. После трагической гибели супруга работник водоканала осталась одна с двумя детьми без жилья. Хотела вас поблагодарить, что так быстро отреагировали на мое заявление. Я писала обращение по поводу предоставления жилья мне и мне детьми. То есть нам предоставили комнату в общежитии, где подписала согласие. Случаются на приемах и совсем курьезные случаи. Так, например, пенсионерка, живущая на проспекте Октябрьской революции, жалуется на детскую площадку, которая стоит под ее окнами. В доказательство – аудиозапись резвящейся детворы. Этот случай почти что уникальный для Севастополя. Обычно просят об обратном – соорудить детский городок. Мы потеряли покой. Все вот эти вот люди жалуются и просят вас. Пусть перенесите, мы не говорим, что на плохом, перенесите, потому что невозможно. Нарушены все наши права на проживание в жизни нормальной. Это второй случай за последнее время, ну за полтора года. Было письменное обращение граждан, что дети шумят на детской площадке. Вот было обращение, что мешает детская площадка, которая была установлена. Есть массовые обращения людей, которые хотят, чтобы им во дворы поставили детские площадки. Тут нонсенс детскую площадку передвиньте или уберите, она нам мешает. Ну, естественно, будем разбираться, эта жалоба поступила, будет собрание граждан. Если они решат, что им детская площадка не нужна, мы ее уберем оттуда постоянно, в другой двор. На прием к губернатору стали приходить не только с бедами, но и с конкретными предложениями, адресами несанкционированных ларьков или идеями проведения патриотического кинофестиваля. Прием по личным вопросам в этот раз проходил в Гагаринском районе. За время, пока губернатор рассмотрел 12 обращений, в районном ЗАГСе в субботу поженили 15 пар. Сергей Миняйло поздравил одну из них, подарив молодоженам ценный подарок. Анна Малышко, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя.